приветствую леди и джентльмены меня зовут слава гриз я разработчик таких игр как фиармониум катмейса reflection of mine и мои игры продаются преимущественно через steam я зарабатываю на этой платформе уже больше шести лет и зарабатывать до сих пор если вы от кого-то слышите что steam не присылает деньги российским разработчикам то это ложь и заблуждение все он присылает если ваш банк не находится по санкциями никаких проблем с выплатами на данный момент нет но тема этого ролика заключается не в этом не в текущей ситуации а в том как алгоритмы steam впаривают пользователям игры потому что неправильно относиться к этой площадке как знаете какому рыночному развалу где вот тут у сложены новинки просто в одну кучу здесь как-то по категориям более-менее что-то распределено тоже в одной куче это не так как любом хорошем магазине покупатель ничего не выбирает все на самом деле уже выбрано за него и сейчас мы поговорим о том как steam заставляет людей покупать игры и какие приемы для этого используют это будет полезно как и разработчикам чтобы лучше понимать платформу через которую вы собрались продаваться и понимать какие инструменты сама площадка будет использовать во впаривании ваших игр и как вы можете в этом посодействовать так и непосредственно игрокам покупателям чтобы не вестись прям на все подряд ловушки интернет-магазинов и конкретная стима и делать более осознанный выбор можно выделить три основных способа которые steam используют чтобы вы с большей вероятностью что-то купили и первый способ это предлагать вам похожие игры похожие на те в которые вы уже играли почти каждый раздел стима пестрит похожими играми вот вы покупаете игру и вам тоже предлагают набрать с собой еще похожих на эту игру на главной странице вы увидите огромные баннеры с информацией о том что купите эту игру она похожа на ту в которую вы уже играли на страницах самих игр будет внизу под хедером такая плашечка о том что эта игра схожи с тем во что вы играли эта рекомендация похожести на самом деле эксплуатируют механизм который находится в нашей голове уже очень очень давно еще со времен как бы первобытных наша психика с этого времени не менялась и повторю еще десять раз пользователь как и любой человек мыслит теми образами которые уже попали когда-то ему в голову принять усвоить и переварить новый образ это лишняя мыслительная работа которой мозгу заниматься не очень-то на самом деле и хочется без веской на то причины это личная умственная работа мы трактуем увиденное исходя из того что мы видели раньше до этого мы разбираем продукты по категориям критериям еще в них какие-то схожести и храним все это в если совсем утрированно представить таких отсеках памяти отводить каждому предмету отдельный отсек это означает превратить нашу голову просто в долбанную кашу в которой ничего не найти и что-то вспомнить будет действительно непосильной и трудной задачей если утрирован и такой пример допустим все наши воспоминания о видах деревьев они лежат в одной полке и когда мы начинаем вспоминать деревья допустим там дуб липа береза мы чем дольше об этом задумываемся тем больше этих образов на этих названий у нас всплывает в голове мы сразу даже не сможем сориентироваться в том сколько реально типов деревьев мы знаем кажется что знаем очень мало начинаем вспоминать о блин оказывается все не так уж печально что-то я дам все еще помню это работает так мы вспоминаем одно какое-то название дерева один какой-то вид распотраживаем вот этот отсек и мозг начинает подкидывать из этого отсека больше данных потому что это наиболее удобная такая система работы мозга если мы там занимаемся математикой то все формулы которые мы запомнили они лежат в одной куче потому что если мы вот сейчас конкретно заняты конкретно погружены в этот процесс упоминен одну формулу мозг такой блин ты вспомнил вот эту может ты занят математикой может тебе тогда пригодится еще вот парочка других формул которые здесь они лежат на вот забери это будут платить теоретические форму а то не будут деревья потому что мозг понимает что мы сейчас не занимаемся перечисления видов деревьев во всем этом процессе который я сейчас описал кроется одна из причин почему мы предпочтительнее выбираем что-то знакомое. Нам не нужно заморачиваться и создавать новый отсек с воспоминаниями о, там, не знаю, играх этого жанра. Например, я не играю в карточные рогалики, у меня в голове вообще нет отсека с воспоминаниями о карточных рогаликах, там абсолютно пусто. И мой мозг будет меня категорически отговаривать от возможности поиграть в карточный рогалик, потому что нафига нам заморачиваться и создавать новый отсек? Кстати, внезапный ракурс, правда? Если человек не играл в шутеры, то сформировать представление о шутерах, для него это лишняя умственная работа. Если он играет в одни платформеры, вероятность того, что он продолжит дальше в них играть, куда выше, чем вероятность того, что он выберет себе какой-нибудь новый жанр на пробу. И вот как раз здесь появляется Steam и рекомендует ему платформер, а не шутер. Также, когда мы видим даже относительно новый какой-то образ, наш мозг начинает судорожно суетиться, а какой отдел это пропихнуть вообще, куда это положить? И пытается по каким-то общим критериям куда-то это засунуть, какой-то отсек распотрашивает, и появляются вот такие комментарии. В этих комментариях в нашем паблике все люди при виде новой какой-то игры начинают искать какие-то схожести, потому что хотят положить эту игру в тот же отсек, где у них уже лежат воспоминания о другой игре. Это нормальный процесс мышления, просто когда вы вот так мыслите похожими образами, я рекомендую вам давать отчет, почему вы видите сходство в каких-то объектах даже там, где их нет. Новые вещи мы пытаемся идентифицировать, исходя из прежнего опыта, чтобы эти новые вещи стали нам понятными. Потому, кстати, у нас популярны всякие эти психологические классификации, типы, знаки зодиаков, потому что вот ты сказал, что человек козерог, и все, ты считаешь, что ты все понял о том, что этот человек собой представляет. Хотя даже сам этот человек не понимает, что он из себя представляет. Это чушь собачья. И по этой же причине популярные игры, они не оригинальные, они собраны из уже существующих элементов, из уже знакомых нам элементов. Человек всегда выбирает что-то знакомое, и другая причина этого кроется не только в том, что наш мозг такая ленивая сущность, а в том, что это еще заложено эволюцией. Если первобытный человек поел конкретных ягод и не сдох, то он с большей вероятностью выживет, если в следующий раз, когда проголодается, будет есть именно эти ягоды вот с этого куста, а не с того куста, под которым лежит череп. Потому, вы можете сколько угодно смеяться над всякими современными заменителями, там, кока-колы или пепси-колы, которые, в принципе, копируют и название, и стиль. Их обвиняют в том, что у них недостаточно изобретательности, что маркетологи не могли додумываться ни за чего лучшего. Да маркетологи как раз и додумывались до того, что и вам сейчас здесь рассказываю. Они додумывались до того, что проще продать продукт, выдав его за что-то вам знакомое. Человек с большей вероятностью купит аналог пепси, если он будет оформлен в тех же самых цветах, если он будет себя выдавать за что-то похожее на пепси. Так каким же образом стим определяет, какие игры похожи на вашу, а какие нет? Все это осуществляется с помощью меток. Их ставят как и разработчик, так и сами игроки. Но чтобы перебить, грубо говоря, вес меток, который поставил разработчик, нужно где-то в районе, по-моему, 50 игроков. То есть, такое достаточно массивное число, которые не поленятся и будут ставить вам метки. Как видно из этого скриншота, данная игра вылезла в рекомендации игроку по той причине, что он играл в игры, отмеченные похожими метками. И вылезла она прямо, блин, на главной странице. Помимо этого, в графу с личными рекомендациями игры попадают тоже с помощью тегов. Самое очевидное место, куда попадают игры благодаря тегам, это раздел похожие игры. На странице с самим продуктом. Но если вы неправильно заполнены теги, и стим не знает, что похоже на вашу игру, то он забьет эту страницу просто популярным хламом. Везде будет скайрим. Если вы видите на странице с вашей игрой, у себя, в похожих играх, вместо реально похожих игр какой-то хлам или просто популярные игры, то знайте, что вы неправильно, значит, расставили метки. И стим не может по вашим меткам понять, на что конкретно похожа ваша игра. Вам нужно идти и переделывать метки. Также, благодаря меткам, вас будут звать на различные стим-фестивали. Допустим, у меня стоит метка метроидвании, и меня вот звали на фестиваль рогаликов и метроидвании. Я не очень понимаю, почему их объединили в одну кучу, но объединили, и слава богу, позвали на фестиваль как раз вот из-за меток, из-за того, что я их поставил, и из-за того, что игроки другие их поставили. Если это фестиваль шутеров, а у меня нет метки шутер, то меня на такой фестивале и не позовут. Чтобы разобраться, какие метки нужно ставить вашему продукту, или если вы игрок, какие метки вы хотите поставить разработчику, чтобы его поддержать, нужно посмотреть на другие, похожие, популярные игры и просто посмотреть, какие теги они используют. И имейте в виду, эти метки упорядочены не по алфавиту, они упорядочены по значимости. Сам порядок меток тоже имеет очень нефиговое такое значение. Самые важные метки это первые пять. Остальные влияют на алгоритмы, но именно первые пять влияют на поиск и на большее количество факторов схожести. Вы можете посмотреть, какие метки в целом популярны в магазине в Steam, чтобы себе на первое место не поставить какую-нибудь ерунду, по которой мало кто осуществляет поиск по тегам. Или наоборот поставить тег инди, по которому игр в Steam просто, блин, завались. Он на самом деле никак не характеризует вашу игру, даже если вы реально инди. Он просто поможет вам потеряться. Я никогда не советую этот тег ставить себе куда-нибудь в самое начало. Метки к вашей игре ставятся с помощью зарытого в глубине Steam механизма Tag Wizard. Вы там укажете поджанр игры, жанр игры, какие-то ключевые особенности, но имейте в виду, что если после того, как в Tag Wizard вы как бы все подтвердили, все поменяли, как вам нравится, а зашли на страницу с вашей игрой и увидели немного другую картину, то имейте в виду, это пользователи. Это пользователи подтвердили какие-то другие метки, которые вы бы хотели поставить куда-то в другое место. И с этим почти ничего не поделать, кроме как банить теги. Допустим, когда Reflection of Mine еще хорошо продавался, я занимался его маркетингом, вышла игрушка Inside. Inside по многим тегам совпадала с Reflection of Mine, но при этом в похожих нигде алгоритмы ее как бы не советовал. Меня это очень напрягало, я стал разбираться в чем дело и понял то, что у Inside стоит тег 3D, а у меня есть тег 2D. И я у себя тег 2D забанил. И я появился в похожем у Inside. Но через неделю игроки мне снова поставили тег 2D, и я из похожего вывалился. Так, какое-то время я с этим воевал, то банил тег, то он снова появлялся. Но в итоге я на это уже забил, когда и популярность Inside немножко спала, и когда я уже занялся как бы другими проектами. Но имейте ввиду, что непоставленные теги, они также важны, как и поставленные теги. Когда вы закончите в TagWizard расставлять себе метки, вы увидите список игр, которые Steam посчитает похожими на вашу. Но это совсем не значит, что вы у этих игр появитесь в разделе «Похожие игры». Нет, это значит, что игрокам в эти игры Steam будет рекомендовать вашу игру. То, что вы появитесь в разделе «Похожие игры» вообще, вообще не гарантия. Потому что да, игры вылетают из еще одного критерия, о котором мы поговорим позже. Если вас что-то не устраивает, крутите порядок тегов до тех пор, пока они вас не устроят. А способ проверить, насколько хорошо вы их расставили, он кроется не в Steam, он кроется в двух серверах. Это Steam Likes, который я везде рекомендую, потому что он делает крутую вещь, он показывает то, у каких игр ваша игра в похожем. И Steam Peak, который как раз показывает вот эти вот скрытые алгоритмы Steam, то есть игрокам в какие игры будут рекомендоваться конкретно ваша. Вы отбиваете название своей игры и видите очень большой список игр, которые Steam определяет как похожие на вашу. То есть игрокам в эти игры он может порекомендовать и ваш продукт. А теперь про второй критерий. Вы обратили внимание, что на скриншотах, которые я сделал со своего магазина и сейчас вам здесь показывал, регулярно, регулярно попадается вот это. Это мой аккаунт разработчика. Я играл на нем больше всего в CatMaze и Fiharmonium. Это MetroEdwani. Потому Steam не рекомендует игры, которые отмечены тегом MetroEdwani. Но тегом MetroEdwani отмечены десятки тысяч игр в Steam. Почему же? Он не просто случайно как бы выдергивает из этих десяти тысяч, что вот вот эту может поиграешь. Ой, не кликнул, не понравилось. Давай вот может вот это тогда? Нет, он так не делает. Он мне настойчиво предлагает поиграть в одну и ту же игру, в которую я уже играл. Во-первых, Steam постоянно показывает не одну и ту же картинку, чтобы сделать ее мне знакомой. Про это мы уже с вами говорили. Про то, как важно быть знакомым игроку. Я увидел Hollow Knight один раз, не понял, что это два раза, не понял, что это сто раз. Я уже такой, а это ж мой братюня, давай-ка я наконец-то на тебя нажму. Но самое главное, почему Steam активнее пихает мне какую-то определенную группу MetroEdwani поиграть, заключается в следующем критерии. В популярности. Чем игра популярней, тем с большей вероятностью Steam будет ее мне рекомендовать. Ну не только мне, но любому игроку. Мне рекомендуют Полого Рыцаря, потому что это самое популярное MetroEdwani, самое хорошо продаваемое MetroEdwani на данный момент. Это действенный способ. С большей вероятностью человек приобретет что-то популярное, потому что Конформизм. Мы все конформисты. Как бы мы не выглядели, как бы мы не думали, Конформизм это первобытная механика, которая зарыта в нас опять же очень давно. Давайте вернемся к этому примеру с ягодами. Когда группа первобытных людей жрет ягоды с определенного куста, и все у них хорошо, появляется такой молодой нон-конформист, который, что я не буду как свои предки, пойду пожру ягод с этого куста. Он ест ягод с этого куста, три дня дрищит, а потом умирает. И не дает непосредственно потомство, не переносит свои гены, свое мышление, свои привычки, и потому выжили только те первобытные люди, которые мысли комфортно. Комфортно, блять, конформизм, комфортно. Которые мысли комфортно. Выбирать то, что выбирают другие, очень долгое время оставалось вопросом выживания. Сейчас это уже рудимент нашей психики, но популярные магазины, популярные сервисы продолжают его использовать нам во вред. Углубляясь в эту особенность нашей психики, Steam на самом деле пошел еще дальше. И выбирая какую-то игру, мы выбираем и сообщество по этой игре. Вокруг каждой игры есть сообщество, где есть какой-нибудь чатик, там люди меняются картиночками, там что-то какая-то движуха есть. Ты когда приобретаешь игру, ты в нее играешь, ты становишься частью группы, ты становишься частью культуры. Хотя на самом деле ты сидишь один дома перед телевизором или компьютером и залипаешь. Это иллюзия, ты не становишься частью сообщества, но вот это вот чувство принадлежности к чему-то, оно заставляет людей покупать вещи с большей охотой. Steam очень точно, грубо и прямо выдает рекомендации с текстом «Купи это, потому что это популярно». Создатели алгоритмов Steam'а знают, насколько тяжело человеку идти против мнения общественности. Это доказывалось уже многими экспериментами, многими социологами, многими психологами. И самый жутковатый эксперимент проводился в СССР. Перед кучей актеров и одним неподставным человеком выставляли треугольнички двух разных цветов, черного и белого. И сначала спрашивали актеров, какого они цвета, а потом спрашивали самого человека. «Посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение?» «Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Обе белые. Конечно, обе белые. 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 Если вы считаете, что это постанова, и там, не знаю, было сто групп, и только две группы из ста вот подобным образом себя вели, то я рекомендую почитать про эксперименты Соломона Эша, которые проводились еще в 1950-х годах, тоже психолог-сосиолог. Его эксперимент был чуть попроще, он был с линиями. И вопрос про то, какая линия длиннее, человеку задавался несколько раз. И если люди сначала смело шли против толпы, то рано или поздно сдавался каждый. Если же вы считаете, что вы в таком эксперименте обязательно будете перед толпой отстаивать мнение, что нет, это треугольнички разного цвета, то вы допускаете когнитивную ошибку, по которой человек выстраивает свое поведение в уме и думает, что когда он попадет реально в эту ситуацию, что он будет себя вести так, как он себе там придумал. Нет, не будет. Когда он будет находиться в реальной ситуации, он будет еще во время действий учитывать тысячи факторов, которые вы не учли, пока сидели и фантазировали на сей счет. Продумать, как мы будем себя вести в ходе каких-то таких экспериментов, про которые мы читаем и думаем, что, о, какие люди тупые, невозможно. Вы себя будете вести абсолютно непредсказуемым образом, потому что наше поведение его формирует не наше убеждение, не наш мозг, его формирует непосредственно ситуация, в которую мы попали. И потому, кстати, среди взрослых людей нонконформистов меньше, потому что молодежь, она еще готова как-то сопротивляться непонятно чему, просто общественному мнению, я и сам был челкарем, но потом, как по экспериментам Соломона Аша, все это постепенно сходит на нет. И сопротивление непонятно чему уже начинает казаться бессмысленным. Пока человек выбирает что-то, что выбирает кто-то еще, он является частью стаи и чувствует себя более защищенным, потому что так работает наша психика. Даже если это стая, она вымышленная, потому что всех этих сообществ, их на самом деле физически-то не существует. Вы сидите одни дома за компьютером, играете в рогалик, и чувствуете себя частью сообщества любителей там мазика, рогаликов, инди-игр или еще чего-то. Потому так популярны все эти мнимые сообщества как бы ВКонтакте, мнимые сообщества где-то там в Телеграме. Этого всего на самом деле этих людей нет, вы с ними не взаимодействуете. Все это нужно, чтобы удовлетворить вот этот наш иерархический страх, нас успокоить и сказать самому себе, что я часть группы, я не один. Потому нон-конформизма, его как такового даже не существует. Вы можете отрастить волосы, покрасить их, надеть косуху, начать слушать метол и играть вообще непонятно в что. Первое, что сделает человек, который вот такой вот замутил, пойдет на тусовку таких же как он. О каком нон-конформизме речь? Мы всегда будем стремиться к той группе, которая по каким-то критериям схожа с нашей. Конформизм это иерархический страх быть выброшенным из группы. Как я могу называть себя хардкорным игроком, если я не люблю соус лайки? Я еще слышал, что люди, которые играют соус лайки, они страдают. Вот я играю, я тоже страдаю, значит все нормально, нужно продолжать играть, купить Dark Souls 5, 6, 7 и сколько-то их там повыходило. Как эти знания использовать разработчикам? На самом деле нужно еще сильнее заморочиться над тем, чтобы попасть в популярные новинки. Потому что конформизм делает очень странную вещь, он делает популярные вещи еще более популярными, все растет в геометрической прогрессии. Это касается не только именно конкретной игры, это касается жанра, это касается явления. Вы не заметили, как меняются какие-то культурные явления, когда становятся конформистскими, когда становятся продуктами массового достояния? Когда-то там супергероика, вот все эти комиксы, они были каким-то уделом для гиков, уделом для своих. А сейчас, когда Marvel снимает что-то с многомиллионными бюджетами, все это создается уже как бы на более массовую аудиторию. И стиль подачи материала совсем изменился. Супергероика это уже не что-то такое нишевое и гиковое. Супергероика это теперь очень конформистское такое увлечение. Кого-то мнение большинства действительно может переубедить, кого-то несогласие с большинством может просто заставить чувствовать себя глупым и одиноким, и потому он будет делать вид, что он все-таки с ними согласен. Этому можно противостоять, просто если включать голову, когда вы совершаете любой выбор. Понимать, почему вы купили это, почему вы поиграли в это, почему вы предпочли это. Но вот чему действительно сложно сопротивляться, так это третьему механизму манипуляции стима, это скидки. Интересная статистика. Я просил разработчиков, которые регулярно выводят свои игры на скидки, и мы обнаружили, что две трети продаж, две трети продаж приходится именно на распродаже. Как использовать это знание? Нужно себе в стоимость игры уже сразу закладывать тот факт, что две трети копии будет продано по скидке. Вы гораздо больше продадите, если установите игре цену в 120 рублей, а потом 20 рублей скинете, нежели если вы просто установите игре цену в 100 рублей и вот так вот без скидок будете регулярно продавать. Скидки вызывают привыкание, многие пользователи стим без скидок игры вообще не покупают, они будут сидеть и их ждать, вне зависимости от того даже какая это скидка. Скидки абсолютно всегда вынуждали людей покупать то, что им нахер не надо. Здесь механизм очень простой, это элементарная когнитивная ошибка, которая позволяет воспринимать сэкономленное как заработанное. То есть если игра стоит 100 рублей, а вы купили ее за 40, это совсем не значит, что вы заработали 60 рублей, это означает только то, что вы потратили 40 рублей. Нельзя заработать и одновременно с этим тратить. Маркетологи будут вам внушать обратные, но просто включите голову, это невозможно. Если вы потратили денег, вы потратили денег, вы не заработали их. Тем более, что многие вещи, и уж тем более цифровые игры, это не активы. Когда вы заплатили 100 рублей за игру, ваши 100 рублей исчезли. Вы не можете эту игру потом использовать, вы не можете ее продать, у вас просто есть как бы набор файлов. Даже, блин, вот страна игр, которую я покупаю, это актив, потому что я ее как купил, так и я могу продать. А с видеоигрой, купленной в стиме, такого не провернуть, это не актив. Может быть купить по скидке какой-то актив за 60 рублей с целью продать его на 100, это как бы выгодно. Но это не наш случай, это не случай стима. Также к разделу этого видео, где я говорю про скидки, я отнесу и всякие купоны и карточки. А если вы не знали, то когда вы играете в игру в стиме, если у нее подключены карточки, а стим сам решает, когда у какой-то игры будут доступны карточки, то вам будут сыпаться на аккаунт некие предметы, которые вы можете продать на торговые площадки за якобы реальные деньги, которые упадут вам на кошелек. И вы за эти деньги можете потом оплатить вплоть до 100% стоимости другой игры. Это все кажется очень выгодным, потому что стим якобы дарит вам игры. Да дело в том, что нихрена он вам не дарит, стим ничего не производит. Он вам дает возможность скачать файл, отсыпая так немножечко трафика. Как бы в вашем единичном масштабе это вообще типа ни о чем. Вот вы купили игру за карточки, поиграли в нее, получили еще карточек. И вот вам на какую-нибудь игру там за 1000 рублей не хватает 10 рублей, но у вас накоплена карточками вся остальная сумма. И вы думаете, блин, это же выгодно, если я сейчас доплачу 10 рублей и куплю себе игру. И вот тут-то весь этот механизм как бы и работает. Вы покупаете игру за 10 рублей, а у вас таких миллионы пользователей. То есть хоть какую-то копеечку как бы с каждого будет высосано. И высосано это будет с большей вероятностью, если дать вам купончик, если дать вам карточку, если дать вам скидочку, тогда вы с большей вероятностью потратите деньги, которые в иной любой ситуации другой вы бы не потратили. За полную стоимость сейчас игры мало кто покупает. 30. 30% игроков, купивших вашу игру, никогда ее не запустят. И на самом деле этот процент даже выше, потому что есть определенные люди, которые все-таки ее запустят. Просто что вы вспомните, нахрена я это покупал? О чем я, блин, вообще думал? Это все вот как раз были неосознанные такие покупки, которые совершены или из-за того, что была красивая скидка, или из-за того, что игра популярна, или из-за того, что Steam сделал ее знакомой и постоянно ее как бы подпихивал. Еще раз, Steam это не просто развал с играми, он достаточно хитро манипулирует пользователями. И обращайте на это внимание, не покупайте то, во что вы не будете играть, если это, конечно, не мои игры. Мои игры, мои игры, покупайте при любом раскладе. Я даже не стесняюсь того, что мой канал, блин, это реклама моих игр. Мне когда-то это поставили в упрек, да какой здесь упрек? Я тут, чтобы продавать игры, это, блин, очевидно. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем счастливо, пока. Подумайте, полый рыцарь хорошая игра? Ваше мнение? Хорошая. 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 Хорошая? Да. Да. А если серьезно? Хорошая. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. Убеден. Хорошая. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...